хоба привет с вами доктор влад и очередные новости спитер палата представителей сша призвала ввести санкции против россии нэнси пелоси ну вот это про талибан конечно я знаете что я просто хочу сказать вот нэнси пелоси 80 лет да как она прекрасно выглядит и что самое интересное не потому что она там ну денег много типа да у нас вообще нет женщин пожилых которые там это бредут с клюшечкой с авосечкой да вот ну нет такого в принципе я во всяком случае ни разу не видел интересно правда ладно что тут еще в миде заявили об отсутствии доказательств сговора россии стали с талибами ребят уже никто ничего не доказывает что можем тупому доказать просто вводят санкции введут обязательно вот и все уже россия никто ну без толку понимаете просто без толку доказывать всему миру вот гаага докажет всему миру что россия воюет в украине и то что сбили боинг тоже русскими силами да причем действующая армия не просто там какие-то отпускники или что-то в этом роде да все это будет доказано и будут последствия так состояние самого богатого в мире человека достигла 172 миллиарда кто это путин не не путин джев безус а у путина больше него 200 чем-то глава компании amazon я вот в свое время когда безус поднимался на когда amazon точнее поднимался я попробовал с amazon поработать ребята не советую не советую потому что я там зарегистрировался у меня не получилось думаю дайте я удалю свой аккаунт я замучился его удалять понимаете ну так вот на всякий случай может кому-то будет полезно я в прошлый раз тоже выложил ролик но ссылочку да на английском языке но кому-то будет полезно так россия начала экспортировать лекарства для лечения коронавируса а опять будут лес пилить в сибири и дубовую кору добывать до авифавир у опс куда куда в белоруссию лукашенко купил российский авифавир ухты ну ёлок палы ему это не поможет трамп заявил о скором появлении вакцины от коронавируса вот они оба понимаете вот оба трамп заявляет путин заявляет еще шойга там к ним прицепился но третьим третьим будешь буду в россии начались переводы от компаний гражданам по номеру телефону по номеру телефона но это опять там вмешаются хаттеры и все это дело ерунда это все косачёв прокомментировал голосование по поправкам в конституции глава международного комитета совета федерации я как гражданин россии абсолютно искренне приветствовал инициативу провести закон о поправках через процедуру общероссийского голосования вот это с юридической точки зрения это ничто так с моей точки зрения само проведение такого голосования было безупречным прозрачным и юридически выверенным ух ёлок палы в россии в небе едва не столкнулись airbus 320 и boeing 777 а над ростовом на дону ёлок палы один поднимался другой опускался диспетчеры заметили опасное сближение и самолеты разошлись буквально чудом чудо случилось чудо ёлы-палы о а тут внизу правда это 11 сентября 2019 но неважно заголовочек российский самолет столкнулся с огромным бакланом но это ж надо у его названы самые выгодные во время пандемии профессии и какие сейчас скажет врач да я еще не смотрел так вошли медики средняя зарплата в этой сфере составлен составляет 45.2 тысячи рублей да ребята но не получают они столько и даже читать не хочу всю эту чушь чушь назарбаев вылечился от коронавируса да он ему не болел вот судя по внешнему виду серая шейка живой журнал статья ну есть такое понятие хромая утка наверное знаете да а здесь серая шейка первые выводы из результатов голосования путин превратился в хромую утку он перестал быть гарантом стабильности теперь связь его с именем будет не помогать отопить любой проект с ним произошло то же самое что ранее происходило с единой россии цифры помпфиловой могут вызвать только гомерический хохот она может написать хоть 99 процентов ей верят только умственно неполноценное несмотря на беспрецедентное журничество несмотря на вброс десятков миллионов фальшивых бюллетеней несмотря на полный запрет критики т т т т т т т т т и подкуп избирателей можно с уверенностью говорить что москва и питер проголосовали против как минимум с результатом 60 на 40 ребята ну чё вот чё вопить да вообще не надо завязывать про это говорить вот про это голосование все одно и то же все абсолютно одно и то же так а это что такое еще живой журнал а люди героически бросившиеся на амбразуру с лозунгом нечего сидеть на диванах очередной раз получили наглядный урок игра в наперске всегда закончится заканчивается в пользу наперсточница наперсточника о правильно вы проиграли не тогда когда достали деньги а тогда когда подошли остальное зависит от криминальных талантов самого шулера и его подтанцовки да ну правильно все но только сейчас сказал что не буду больше про выбор но посмотрим набили кармана пора уезжать российские знаменитости уехавшие из россии список это яндекс дзен алексей серебряков живет в канаде прилетаю в нашу бескрайнюю исключительно по работе валерий леонтьев куда куда майами майами николай расторгуев да а он больной какой-то стал расторгуев и чё все что ли да мало 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 ладно хорошо я думаю побольше будет жители волгоградской области в ходе опроса 1 июля выступили за возврат московского времени 65 процентов фигнюю страдают да ну давайте в волгоградской области еще полицию переменуйте в милицию вообще будет класс так современный юмор построен на оскорблениях тут интересная статья это я все под зену иду да я заметила что сейчас стали странно шутить на тв стараясь высмеять и унизить друг друга и это стало считаться смешным даже интеллигентный ваня ургант нет нет да и пройдется по небольшому росту или лысой голове своего партнера по передаче ржут или как сейчас говорят стебаются друг над другом не только в комедийных передачах это взяли на вооружение ведущие разных программ да ребята так она так она так она нет юмора сейчас нету спасение от гипертонии врачи посоветовали пить вишневый сок интересно у меня мама страдала гипертонии но это было очень давно мама мама давно нет уже вот она тоже время от времени вишневый сок пила и говорил что помогает но попробуйте попробуйте да антиоксиданты полифенол да не ну просто попробуйте попить и все тут вот даже всего 60 миллилитров вишневого сока сможет снизить систолическое кровяное давление на целых 7 миллиметров ртутного столба да тоже неплохо попробуйте кровяное давление может начать снижаться в течение часа после употребления действия до 8 часов это это недорого и вишня по-моему в россии растет по итогам обработки 003 процента протоколов в москве поправки конституция поддержали 90 90 а это еще зачем мне господи откуда вылезла не здесь что-то другое было ребята здесь точно было что-то другое да пёс бы с ним уже ко мне вот внедряется внедряется филолог из чуваший заметила грубейшую ошибку в бюллетене по поправке но вообще-то это было да и вот она филолог говорит что полная конструкция должна выглядеть так вы одобряете изменения вносимые в конституцию рф а там было вы одобряете изменения в конституцию российской федерации но вообще-то могли бы это ну или предложенный поддержку я тоже когда первый раз прочитал думаю что-то здесь не то да фиг с ним проехали да никак не проеду на орбиту могут быть вы могут быть выведены 6 спутников гонец м до конца года но это просто вариант не послать ли нам гонца плесец к сентябрь ноябрь декабрь полетят наверно так российские специалисты создадут прибор для ивл терапии на дому карман атомный реактор да но это все зависит от величины кармана конечно а зачем кому-то дома иметь ивл а реанимацию нельзя вот дома так раз-раз наборчик и все у тебя дома реанимация что-то какая-то чушь доктор мясников назвал продукт который защищает от рака так брак или ой но брокколи брокколи называется да ребят вот про эти брокколи все время все время все время слушайте ну можно и вкусно приготовить конечно как суп из топора да давай туда чесночка сметанки еще чего-нибудь и в конце концов ее можно будет есть эту брокколи вот возьмите обычную белокочаную капусту я ее вот просто сырую иногда ем вот просто солью конечно да можно порубить пожарить можно еще потушить как-нибудь да кушать захотелось вот то есть я имею ввиду что с ней возни никакой не надо просто ешь как хочешь да а брокколи это вот надо что-то вот как-то изгаляться да я лучше капусту ага путин провел переговоры с лидерами ряда стран индия таджикистан азербайджан казахстан и узбекистан ну это конечно лидер да поздравили его все песков сказал в кремле назвали итоги голосования по поправкам триумфальным референдумом о доверии путину ах ты его референдум зачем в подмосковье чипирует мусор ребят это что-то вот такое вообще странное смотрите есть такой город реутов и вот там стартовал проект по трекингу мусора теперь путь отходов будет отслеживаться при помощи радиочипов на пакетах об этом сообщает афиша дэли и в общем жители города получат стикеры со штрих-кодом и радиометкой вот и будут клеить на пакету с сухим вторсырьем но там пластик стекло и так далее на и дальше будут отслеживать отслеживать и там участники будут получать бонусные баллы и все такое прочее а зачем вот зачем я в америке ничего подобного не слышал деньги надо как-то это расходовать до пилить пилить ой матвиенко вылезла матвиенко поправилась девушка парламент будет работать над принятием порядка 90 законов по поправкам мало то что поправки еще будет 90 законов за один час можно понять все не до конца сессии они растянут удовольствие извращенцы матви опять матвиенко предложила развивать практику многодневного голоса вообще нанстав да ну просто вот постоянно голосовать голосовать за что-нибудь голосовать и так далее писать голосовать представляете класс и все будут заголосованные все будут голосисты да начнем с матвиенко о добрался до твиттера и на этом заканчиваю но просто одна фраза должно не фраза тут много чего в общем я чет не понял что это было и зачем зачем нужно было устроить эту байду подвергнуть членов избиркомов риску для жизни и в итоге тупо нарисовать результаты и явку вообще никак не связаны с реальностью не проще ли было без всякого голосования поправки принять я согласен абсолютно с вами согласен пока пока мне сегодня о мне сегодня поливать меня от сантенны я тут занимаюсь много дел всего хорошего ребята до будущих приятных встреч пока пока вот так ручкой пока пока доктор влад с вами